Иду рекординг, потому что это меняет жизнь видео. Сегодняшний шиур, guys, это точно шиур, который мой папа давал. Вот шиурим, который мой отец давал, вот это такие шиурим. Несколько вещей сегодня будем рассказать от имени Лавадья Иосиф, несколько от имени Лавбарух и несколько от разных книг, которые я читал на этой неделе. Вы знаете, в каждом городе есть такие люди, кому Ха-Шем показывает будущее его конгрегентов на Роша-Шана. Один из таких людей был Хозем и Люблин. До Роша-Шана люди приходили к нему брать бараха, и он им говорил, в этом году ты делай бизнес, в этом году ты не делай бизнес, в этом году ты вообще с дома не выходи, в этом году ты вообще домой не заходи. Разные и разные вещи он говорил своим ученикам. Призывал к нему Равсимха Буни ми Пашистха. А он был сильный бизнесмен, он был тренихан Равсимха Буни. Но он тоже дел бизнес. И он пришел вечером на Роша-Шана. В зазу своего Рэбби Хозем и Люблин Бараха. Рэбби, если он говорит, ты хочешь узнать, Буш или Трамп, кто вы говорите? Он говорит, Рэбби, Роша-Шана. Я хочу знать Бараха, дайте мне Бараха. Он говорит, как там Трамп, он не муруха в Сан-Армана, там вилка башая манико. Рэбби, дайте мне Бараха. Он меняет тему, меняет тему. Он говорит, стап, дайте мне Бараха. Хозем и Люблин стал плакать. Он говорит, у тебя мазал в этом году черный, что хочешь ты раздел? Черный. У тебя, говорит, нехороший год будет. Если ты еще живо останешься, это большое чудо. Бизнес вообще не трогает твой. Ноль будет, но у тебя ничего не получается. I'm sorry, что хочешь? What do you want me to tell you? Иби, Хозе, Милублин это сказал, да, всем хамбунем и пашистка. Пошел домой, пришел в сердце у него на полу. Пришел в синагогу. Хазан говорит, Аусенха, вы можете Минхо орвить, помолиться? Хайон начинает Минхо молиться, и у него перед ним все черное становится. Он начинает плакать. Никто его останавливать не может. А рвить тоже ему дали что-то. Опять плачет, 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 плачет. Ничего не стоит. Брошь, шанс закончился уже. Его жена говорит, Ха-ха-ха-фа, магазин откройте. Он магазин не открывает. Он говорит, в этом году бизнес не работает. Его жена говорит, как ты будешь бизнес делать, ты магазин закрыл. Он говорит, но у меня Мазал нехороший в этом году. А что ты решил делать? Я пойду, одной женщине, кому я всегда даю, беру вещи у нее, продаю, я к ней пойду, я буду у нее работать в этом году по месяцам, пока мой Мазал поменяется. Ха пришел к ней и говорит вот так, женщина, я у тебя буду целый год работать, я твой рабочий. Она говорит, как? Мы с тобой партнеры. Когда на 47 улице люди друг другу вещи дают, и потом тот говорит, я у тебя буду рабочий, он себя неловко чувствует, как ты будешь у меня рабочий, мы с тобой как друзья работаем. Ты продавай, тебя продавай, как ты будешь у меня рабочий. Расилха, я буду у тебя рабочий, в этом месте работаю, 3 тысячи долларов ты мне даешь за месяц. Но только за один месяц. Она говорит, хай, он начинает работать, у нее становится большой оборот. Почему? Потому что он, он знает этот бизнес, он знает, как его руководить. И он всех рабочих на место поставил. Говорит, почему ты в туалете 15 минут газеты читаешь? Почему ты получишь транзарты хочешь? Почему ты на одного хочешь? И все рабочие стали так работать. Бизнес на 250 раз поднялся больше. За один месяц. Месяц закончился. Она говорит, уа, thank you, thank you. Он говорит, никакой thank you. Я говорит, второй месяц, ну что, на один месяц с тобой работать, только 10% от всех заработок мне дашь. Он говорит, я тебе твой бизнес поднял, да, на один месяц я буду у тебя еще работать, 10% твоей заплаты мой. Нет, я сейчас там ухожу, bye-bye. Все суперлайзеры пришли сказать, слушай, он работу знает, он твой весь бизнес вот так поднял, ты сейчас не скажешь, что пойдет вниз. А теперь, первый месяц был тишиной, это теперь хэш-1. Хай, второй месяц хэш-1, он работает 10% ему, бизнес еще раз до 250 раз поднимается с последнего месяца. Теперь месяц закончился, он приходит, как там был, все нормально. Он говорит, теперь я остаюсь на третий месяц работать, мы с тобой 50 на 50. Excuse me? Bye! Что такое 50 на 50? Откуда ты взял? Он только хочет в Тану, все суперлайзеры побежали к ней. Не, 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 он сар на Тибо. Ты его сейчас отпустишь, обратно мы пойдем вниз. Пожалуйста, держи его. Тишлей работал, кислав работал, теперь хэш-1. Тишлей, хэш-1, кислав, sorry, тишлей, хэш-1, кислав, третье месяц кислав работает, теперь как? А каждый тысячу долларов 500 ему. Каждый тысячу долларов 500 его. Хозяин уборно, но она говорит, хай, слушай, он же так столько подносит. В этот месяц бизнес поднял он в 500 раз. Пять раз больше, чем все месяца. Теперь босс переживает, что теперь следующего месяца скажет мне? Он закончил этот месяц, хорошую зарплату сделал, теперь говорит, слушай, все это три месяца закончились, да, что такое? Тишлей, хэш-1, кислав, чудак, да, что там еще? ТВ. ТВ проработал, сдал шват. Он говорит, это 50% шват, шалом, браха, това, я ушел, куда ушел? А пойдем, я у тебя проработал, да, шват, значит, у меня уже все будет нормально, я иду. Идет не домой, сумка денег, идет прямо Хозе Милюблин домой. Он говорит, халфа, что вы мне сказали на Росшашана, объясните, пожалуйста. Хозе Милюблин сказал, иди сюда, у тебя мазал был такой нехороший в этом году, ты должен был не только потерять деньги, даже сам уйти. Он говорит, а как это все, так перевернулся, он говорит, потому что ты плакал. Потому что на Росшашана, Юл Кипур, ты плакал, твои слезы, все это твой мазал перевернул. Почему? Афилу говорит, геморан, шааре, тефила, нинэ алу. Даже Ходашем закрывает ворота, от молитвы иногда, когда у нас кама на эту молитву доходит, шааре, дима, лонин алу. Но когда у человека слезы, когда он молится, Афил всегда принимает. Я хотел бы с вами поделить несколько маршал. Первый маршал. Вы со мной? Маршал номер один. Один убийца. Убил одного человека. Пришел к одному, другу говорит, слушай, я коммит, крайн. Я убил человека. Мне говорит, на 10 лет хотят посадить. Спаси меня. Меня надо спасти. Ему сказали, один лойер есть. Этот лойер еще никакой кейс жизни не проиграл. Но что он тебе скажет, ты дашь хай. Нашел лойера одного. Этого лойера нашел. Лойер говорит, мне дашь один чемодан денег. Хочешь, я тебе жизнь спасу? Один чемодан денег. Он говорит, окей. А как ты знаешь, что хотя бы я на 5 лет не пойду на три? Он говорит, не, 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 говорит, брат. Ты мне дай, на один день не пойдешь. Гарантия, гарантия хай. Теперь что стало? Он ему чемодан, деньги приносит. Начинается суд. Лойер встает. Бечора, он даже не дышит. Этого свидетеля шахмат, этого свидетеля шахмат, этого лойера, этого лойера. Всех мэйеров, даже самого судью на место поставил. Три часа судцов. Он говорит, что? Дайте мне 10 минут перекур, я сейчас андрей потеряю. Я должен на 10 минут честь. Еще суд не закончится? 10 минут перекур. 10 минут перекур. Хай 10 минут перекур. Все, судья говорит, давайте все 10 минут отдохнем, придем, он 3 часа разговаривал, нам слова не дал. Все вышли, остались только судья и тот подсудимый. Э, не судья, а лойер, лойер, адвокат и подсудимый. Бечера этот лойер уже без такой бледный стал, хагов, не нож поднял, на этот подсудимый смотрит, говорит, хагет, скажи мне, тебе понравилось что-то, что я рассказываю или нет? Этот, убийца, чебударя. Он говорит, я не понимаю, ты такие слова сказал, что я уже сам себе не верю, что я кого-то убил. Я уже не верю, что я это был, что я кого-то убил. Ты такие слова сказал. Рауадзе Иосиф приносит этот масштаб, говорит, вы знаете, каждый митцва, который человек делает на Элун, эта митцва за человека так разговаривает на Рошана перед Ашемом, что душа человека не верит, что он сам-то вообще-таки грехи сделал. Наша душа после Рошана на вторую машину так сильно чувствует. Когда мы вместе с Элун вышли со своей коробки. Целый год битняк пришел к вам, руку дал, вы дали ему цедака, а, цадик, Элун, вы должны бежать за ним. Вы должны мыться с этого. Кто-то болит, вам сказали, читайте Те Эллин, потом, когда вы почувствовали, вам читали, окей. А когда вы слышали, что какой-то отцала возле вашей улицы едет, или где-то улица, отцала для кого едет? В ней Слаэль, и вы стали читать Те Эллин, вы вышли со своей дороги. Вы послышали мусор в течение года, пошли пять минут, учились. А здесь вы сами пошли, учились пять минут. Когда человек сам идет делать митцвет Масим Товим, у него появляется такой лоя. Ему говорит, я иду до тебя на суд. Ты сиди дома, я иду на тебя. Я иду за тебя. Рауаде, Иосеев. дает очень много маршалин. Но мне на шаббат, я сказал, этот маршал мне сильно понравился. Я специально говорю, чтобы его записать и всем вам с вами поделить. Он мне сильно понравился. Один царь, у него была тяжелая корона, корона. Его папа, вы знаете, у царей по поколению корона идет. А теперь во время Николая люди были намного сильнее, чем в наши времена. Этого корона 10 килограмм. Он, а мы более коронавируемые больше, уже годы наше хамея веса. Такой тяжелый корона. И он видит ювелир и говорит, слушай, ты мне сделай, пожалуйста, корону, чтобы не было такой 10 килограмм. Один, два килограмма, чтобы, аминь, калим, халок нашел. Моя голова как устает, когда я на него на голову надеваю. Он говорит, окей, окей, я сказал, но это будет дорого стоить. Сколько? 100 миллионов будет стоить. Хайно, правда, царь. Он говорит, вот тебе сейчас 50, вторые 50, через год. Он говорит, дайте мне год время. Он еще домой не успел прийти, и за нашу память, что он сейчас 50 миллионов поднес, она уже весь аппи бы приготовила. Завтра поедем vacation туда, после завтра поедем туда, потом Airbnb туда, Airbnb сюда, swim, play, play, all this, поехали. А теперь vacation за vacation, он домой приходит, через 10 месяцев. Сколько месяцев осталось у него? 2 месяца, он теперь депрессия. Как я за 2 месяца корону сделаю для царя? Он не знает куда себя одевать, переживает, плачет, не знает, что делать, не знает, куда себя вести. Один друг отслушает, ты сделай для корону, для царя корону, который заходит, его палец только, который помещается, в его палец. А потом я тебе дам совет. Хай, он красивую корону сделал, все драгоценные иканы поставил туда, о-о-о. Теперь корона маленькая, он сделал для нее коробку, вот. Потом после этой коробки еще коробка, еще коробка, 60 коробок сделал. Вот такую большую коробку принес царю. А, после чего, год прошел, вот вам ваш царь поднял, что-то очень легкий такой. Хай, говорит, дурный шабинет. Хай, царь, открывается, опять коробка, опять коробка, опять коробка, и маленький коронный вход, который может только на палец нажить. Он говорит, я не понял, что такое? Он говорит, скажите, это вам нравится? Он говорит, да, нравится, но это не то, что я просил. Он говорит, если вам это нравится, это вам экземпляр, какой у вас будет стоять на голове. Он говорит, вау, вот такой красивый будет, да? Он говорит, но, что но? Дайте мне еще один год. Почему? Он говорит, дайте мне один год, я прошу вас. Магид Медубна говорит, мы идем на Рокшана, сегодня, после Шиур, каждый из нас должен пойти домой. Как то, что моя митцва. Одну митцву взять, что там осталось? Три недели, меньше немножко. Вот эту митцву с собой держат. Я буду отвечать везде, аминь. Я буду везде отвечать на Рокшуфа Рашмон. Когда я буду цвилин надевать, я буду делать так, что одной цвилин ни с кем разгар не буду. Одну митцву взять и с этой митцву можно прийти на Рокшана Рашема. Это мой маленький митцву. Пожалуйста, если тебе, знаете, дай мне еще один год. В следующий год я уже буду с большой митцвой. Когда человек одну митцву, но ее правильно делает, он с этим идет далеко. Кто наши бухарские фразы хорошо знает? Что это значит на бухарском, чтобы человека, не дай бог, мозги поел лев? Как это будет? Малежище хуру. Вот это вопрос вам. Откуда вот эта фраза вышла? Кто мне скажет? Шимчон. Откуда? Я вам сегодня расскажу, можно? Да. Я был маленький ребенок. Мой папа это один раз рассказал. И когда я ему повторил, он говорит, я джан, я не могу. И мой папа историю много не рассказал. Один-два раз в своей жизни рассказал. Я был маленький, я до него один раз в авокарии услышал. Потом я одного бухарского равана услышал в Нью-Йорке. И третий раз я эту историю услышал в жизни на прошлой неделе у одного большой равана в Израиле. Это очень серьезная и сильная история. Если бы я на бухарском сказал, все бы от смеха имели наслажили. Но я не могу, потому что я бухарский не понимаю. один парень бизнес делает, его бизнес не идет. И он идет одному старику. Он приходит одному старику и говорит, старик, Бобо Джон, я ищу свой мазал. Где мой мазал? А этот старик к примеру ему говорит, иди в Манси, там есть речка, приди к этому речку со своим стаканом, возьми стакан воду, просьба расскажите, это дома нашла, откази. Это жизнь человека поменяет. Она сможет как шутка. Сильная история. Возьми стакан свой, иди к речке. Возьми воду и скажи, а коль я, битвороба, кавано, попей, потом скажи, речка, речка, пожалуйста, скажи, где мой мазал? Хай он, это услышал у старика, идёт по дороге, выйдет по дороге, один такой, как бы, дохлый лев сидит, мазель лавтаги, он говорит, эй, лев, что ты здесь делаешь? Он говорит, эй, я два месяца, ничего нормально, а ты куда идёшь? Я иду к речке. Почему? Я хочу знать, где мой мазал. Лев говорит, слушай, я два месяца толком не кушал, мой мазал, бастаги, узнай мой мазал у речки тоже, пожалуйста, я тебя прошу. Он говорит, хай, хай, но право. Хай идёт дальше, выйдет дубовое большое дерево, там дверь имеет, открывает дверь, царя, дочка на стуле завязана. Он говорит, дай, открой меня, он говорит, я не имею права останавливаться, я иду к речке, свой мазал узнать. Хай, типа, просьба, иди мой мазал узнать, что я отсюда живая буду или нет. Он говорит, хай, хай, для тебя хэс, сделай, узнай. Он ходил под солнцем, сарашпухтар, он говорит, давай под деревом яблоко три минуты посижу, под деревом яблоко три минуты сидит, дерево говорит, хай, куда ты идёшь? Он говорит, я иду к речке узнать свой мазал. Дед говорит, пожалуйста, мой мазал тоже узнай, я каждый год давала по два тона яблоки. В этом году два яблока, в прошлом году два яблока. Я говорю, три года у меня уже мазал нету, узнай мой мазал, как открыть. Он говорит, хай, узнаю. Теперь он, баруха, пришёл на речке и вынес свой стакан, взял стакан воды, шакольный, обидвороба, ковоно, речка, ага, я пришёл узнать свой мазал. Нагай, нахай, и выгодит адрес тот, речка тот, где мой мазал? Матый. Он говорит, может, я неправильно кого у нас сделал. Взял ещё один стакан воды, ещё раз, кого у нас, кхты, шакольный, обидвороба, попил. Речка, речка, пожалуйста, скажи, где мой мазал? Никакой ответ. Хай, говорит, меня оставь сюда. Мазал того льва, который я видел, слабый, что его мазал? Речка говорит, скажи этому льву, чтобы он безмозгового сел. Хай, она речка разговаривает, кху, будеку, а я думаю, что вообще не разговаривает. Бем майна, будеки, ехо, гуфтар, безмозгового сел. Он говорит, окей, речка, тебе вопрос, а, это дочка царя, которая в дубовом дереве закрыта на стул, чё её мазал? Её мазал очень легко, ты иди к ней. На Минху, вот как зайдёшь сюда, там и ключ спрятан. Открой замки, её цепи открой, и она придёт. А, меня может её папу слуги убьют? Нет, её папа уже всех этих слуг убил, тебя никто трогать не будет. Он говорит, ибил Ахмад, а где мой мазал? Опять тихо сидит, девушка. Он говорит, это дерево, чё стало дерево яблоко? Скажи мне, пожалуйста, дерево яблоко, чё с ним стало? Он говорит, дерево яблоко, один миллионер, взял на корень, откуда все эти яблоки растут, он на корень поставил сундук золотом. Он, basicly, этот корень задушил. Из-за этого это дерево яблоки больше не даёт. Ты оттуда этот сундук вынеси, и он будет обратно давать яблоки. Хай, thank you, он пришёл туда, к дереву. Дерево, ты знаешь, я буду тебя немножко копать, ты на меня не обижайся, у тебя там сундук золота, поставили на твои корни, он тебе мешает. Ибил Джона Мегу, убери его. Хай начинает копать, выносит сундук золота, ставит на пол, закрывает песок, говорит, всё, теперь у тебя будут яблоки. Дерево говорит, ой, дорогой друг, этот сундук золота, ты возьми себе, ты будешь богатый. Он говорит, не, 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 я свой мазал ищу. Он говорит, возьми это, не, не, это не для меня, я свой мазал ищу. Хай, теперь он идёт дальше, приходит к этому дубовому дереву, заносит свои руки, за дверь там наверху, ключи берёт, открывает, эта девушка, она плачет, слушай, я тебя уморай, ты мне жизнь спас. Я буду тебе женат, ты будешь миллиардер, я царя дочка. Он говорит, не, не, ты мне не нужна, я свой мазал ищу. Её отпускает и уходит. Приходит Леву, приходит Леву, и говорит, Леву, ты знаешь, я твой мазал узнал, чё мой мазал? Речка сказала, безмозгового покушай. Он говорит, а? А чё была история? История была, история была, что я должен был сундук, золото убрать с корня, с яблоково, яблочного дерева. Он говорит, подожди, а тот сундук чё стал? Он говорит, я оставил, почему ты оставил? Он говорит, потому что я свой мазал искал. Он говорит, окей, дальше чё стал? Дальше эту девочку спас в дубовом дереве, я её кольца, цепь я открыл, я её освободил, она говорит, замуж выйти за меня, ты будешь царя дома, ты будешь миллиардер, ты будешь губернатор. Я сказал, не, а почему нет? Я свой мазал, что Лев говорит, майонез, дождь, он слева. У тебя вообще мозгов нету. Я должен тебя покушать. Почему? Если у тебя мозги были бы, ты сейчас там богат стал, сейчас дома царя бы стал ты. Но что ты сделал? Ты всё это потерял. И Лев его потом пригласил. Задь на бухаску, что говорят? Майонез, шер хура. Говорит дубный магит. Дубный магит говорит, мы идем на Рошанан, стоим возле Hashem, Hashem. Дай мне партназа, мне дегидай. Дай мне это, дай мне это. Hashem говорит, стоп. Ты знаешь, что у тебя есть? Ты Бен-Израэль. Ты сын народа Израэля. Ты рожденный, уже в рубашке, у тебя есть Тора. У тебя есть Брид Мила, у тебя есть Кашу, у тебя есть Талмуд Тора, у тебя есть Шахарид Минхай, у тебя есть Тфилин, у тебя есть Шаббат. Ты знаешь, ты какой-то богатый. Когда человек имеет Тора, он имеет самому Hashem. Когда у вас есть Hashem, кто вам нужен? Вам никто не нужен. Из-за этого, говорит дубный магит, не надо говорить, мой мозал, другой бишь, и главный мозал оставлять в сторону. Это наш мозал. Учиться Тору, расти по Торе, расти, понимать Тору, чувствовать кайф Hashem, чувствовать кайф Шаббата, надеть Тфилин и себя чувствовать в гонедине во время Тфилина. Это самый кайф. Я чувствую, что у нас есть Хаббат, это самый кайф. Больше этого разве кайф есть человек в жизни. Человек имеет 100 доза, у него 100 доза, но папа говорил, кайки сацумно-дори, не мэдони, а ваях джо-йови. А мусацума-кайофти, не мэдони, чехе ваяноку? Расход куни. Расход куни. Киде, а куни, не мэдони, а ваянок джо-йови. Бо проблема. Из-за этого, из-за этого самый большой кайф в мире, и для меня быть сашемом, как хорошо. Остальное мне ничего не стоит. Гемора, Таани 21, Гемора приносит историю. Откуда взялась фраза Авину Малкену? Бог наш папа, Бог наш царь. Откуда эта фраза взялась? И Гемора говорит, был один лавай, Равин Равинов, учитель Раби Акива, Рабей Лезер Агадон. Рабей Лезер Агадон, он стал, в то время у них несколько месяцев уже дождик нету, уже сухо, голодовки, дождик нету, фрукты, овощи нету, хлеб нету, ничего нету. И сказали Рабей Лезер, пожалуйста, молитвий за дождик, он стал час молитвия, плакал, 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 никто ничего не ответил. Сказали Рабей Акива, ученик, пожалуйста, встаньте молитвия. Рабей Акива вышел, и стал молитвия, захищала речь на это, будет до этого, болитвию зав full и просивokus нету, нету, это ближайшее 104 секунды прочитать. В 20-30 секунд дождик пошел. без мир, фрукс, чо такое? Как это так? Ученик приносил дождик, учитель не мог принести? Раби Елизар? Раби Елизар? Раби Елизар не мог? Как это так, Раби Акива? Говорит Геморан, не то что это большой паторий, это маленький паторий. Это закрывает глаза, когда его унижают, а это не закрывает глаза, когда его унижают. Что такое? Раби Елизар один день ходил по улице. И он увидел Раби Елизар. Сказал, что ты учился на Увешиви? И он сказал, что Хидусь Гомора приносит Хагига. Он сказал Хидусь, что он учился, а это, оказывается, Раби Елизар. Раби Елизар, оказывается, это с детства. Он говорит, это Хидусь? Открой свои руки. Он открыл свои руки и говорит, принимай свои глаза. Два слова сказал, и два глаза упали. Раби Елизар остался без глаз. Он говорит, я тебя спросил, научи мне что-то новое. Ты какой-то мне Алев Бед Гиммель дали, говоришь? Тебе не стыдно? Так он строг его. И говорит, Гомора, а что стало? Раби Елизар ослеп. За то, что для него это было надо. А для меня Лезар это было что-то... Он это услышал в детстве. А что Раби Акива? Что Раби Акива? Кто был Раби Акива? Папа Раби Акива кто был? Йосеф. Кто был Йосеф? Гер. Всю жизнь над Лаби Акива смеялись. Ааа, Бен Герим, Бен Герим, Ти Син Герим, Ти Син Герим. За то, что над ним всю жизнь смеялись. Он говорит, хай. Гуфтах, да, Биг Дил. Хай меня унижают. Хай Биг Дил. Хай меня унижают. Хай Биг Дил. Хай Биг Дил. Хай Биг Дил. Хай Биг Дил, Биг Дил. Хай Биг Дил. Хай Биг Дил. Также, если они не слушаются. характеристики о чем мы мечтаем моя амор ашин говорит я асуны фанайка седэ разэ чтобы народ за сделал возле меня по такому порядку сделал что где я что ты сделал их они раху а пота раху их они ханун а пота хану ашин как я добрый так и ты добрый как я милостыни как я жалею я хочу что ты тоже так жалел на него знаешь о меня обидел я бы никогда не буду никогда в жизни прощать а сам приходит на ютубу гадашин ты мне просили стоп ты хочешь от тебя просил ты должен простить спела ты проси я все прошу одну на этом я расскажу еще один вещь главное что я научился в этом году первый раз своей жизни и потом мы начнем завершим все после трапезы мы ложь лома 830 да не придут окей как раз у у нас пять минут есть а потом я опять же минута пили кур потом пойдем дальше guys я скажу одну вещь честно говоря я сегодня даже не так же много учился но у меня на сцене понятно когда всех вас увезут поэтому я встречал и все Jahre и аппарат я открывся я очень радуюсь я помню вам и я не надеюсь все Продолжение следует... Продолжение следует... Человек вышел по улице... Типор. Что такое типор? Птица? Ашан говорит, когда ты ходил по улице, вдруг увидел птичкин домик. Гнездо. И там это увидел, что птичка сидит на своей яичке. Или там даже ребенок. Ты должен маму отогнать, а ребенка взять себе. Вам один вопрос можно? Почему нигде в Торе не говорится, когда корова родит ребенка, маму занеси в комнату, ребенка возьми и убегай? Почему Тора про корову слово не говорит? А про птички говорит? Раз. Второе. Вы когда-то слышали на памятнике, чаши, потахилияу? Да. Что? Третья фраза. Что там говорится? Ахоти. Раяти. Йонати. Тамати. Хашем говорит, народ Израиля, я вас так люблю. Ты мне, как моя сестра. Ахоти. Потом ты мой близкий друг. Раяти. Потом Йонати. Ты мой голубь. Голубь-голубка. Ах, голубь. А почему не корова? Почему не баран? Почему не корова? Ты мой голубь. А? Окей. Потом Тамати. Чуть-то тамати. Сода. Сода как будет на русском? Наивный. 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 Ты мой наивный. Ты мой любимый. Говорит геморан. Не говори. Тамати. Это омати. Ты мой двойняшка. Чуть-то двойняшка. Есть два вида двойняшки. Есть двойняшка от двух яичек. Есть двойняшка от одной яички. близнец thank you а чем говорит когда народу израиля больно мне больно ты их мучить и меня мучишь почему машин это мой т.о.мати двойняшка но мы идем вопрос обратно почему аж на нас ашэм назвал ты мой голубь голубка почему ашэм нас не назвал барашка корова козленок ашэны животные почему ашэм так нас не назвал во вторых почему второе говорит когда я ходил по улице он увидел гнездо надо маму отогнать а ребенка взять почему слушайте что я в жизни не знаю если кто-то знал хозяев барух я люблю говорить правду если я что-то не знаю я танцую я это услышал а главу бару розенбул кто сказал от имени раузалмен сароцкин подождите секунду факт мирный факт историй природа природоведение я не знаю как это будет на английском природа ничего но с сайс сайс корова когда она беременная она не знает что она беременна корова когда беременна у нее мозги нету построить себе дом или гнездо когда корова ходит по своей дороге вдруг у нее ребенок падает а я готова теперь своего ребенка кормить за ним следить а до этого ни один секунды никакой подготовки у коровы нету почему она корова птица не так когда птица хочет иметь яичку она семь дней до начинает везде идти и начинает собирать разные веточки чтобы строить себе гнездо 7 дней готовит потом имеет яичку на восьмой день потом сколько не осида свои яички 21 один день двадцать один и там восемь с половиной дня выходит почти сколько дней тридцать дней эти тридцать дней эти тридцать дней это дни элул ха-шем говорит кто имеет подготовку тридцать дней ему надо иметь жалость whoever prepares 30 days you must give him mercy рахманут эль-менех иошевал кисе рахамим when when from the first elu you start saying xilicho когда мы сперва и начинаю читать силихот а шаги я щас буду ставать со своего стула и сидеть на свой стул жалость я стою от стула сюда и сужу на стул жалость почему потому что мой народ как-то птичка готовится тридцать дней к этому из-за этого торги когда ты приходишь взять яичку от птички это тебе не корова ты должен маму отогнать это мама готовилась к этому гнезду она готовилась построить свою семью ты должен не отогнать а потом взять яичку почему там было идти подготовка за то что там есть подготовка тридцать дней есть жалость ашема если народ издайла имеет дороже что на 30 дней подготовка слихот там здесь 30 дней подготовка там есть жалость только из-за этого написано чё келмелек иошевал кисе рахамим что приносит лохамим тридцать дней подготовки беру хадуна и леолам амин 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 и биханан ябин акашер амеро заца кадошь баду холла закутать исраил нафеке хирвана амин суром и сочи на эмар айдоная хапаз на маан